Взгляд из Венсполса 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 Мастер по органу Янис Калныч всегда присутствует на концертах, организованных Курзенской филармонии и в которых используется орган. В данный момент Янис находится за пределами Латвии, и поэтому он не смог дать более полную информацию о состоянии органа. Но заверил в телефонном разговоре, что это является обычной практикой, когда у нового инструмента могут возникнуть технические проблемы. Микс утверждает, что, к сожалению, мы не можем быть застрахованы от технических проблем. По окончании концерта зрители не выразили никакого возмущения, поскольку проблема была решена и концерт продолжился. По случаю 101-й годовщины государственной полиции, 6 декабря в Талсе состоялось торжественное собрание, на котором были вручены награды сотрудникам Управления государственной полиции Курзенского региона. На церемонии также была представлена новая полицейская форма, разработанная модельером Бруно Бирманисом. В свою очередь, Улдис Дартнекс и новый глава Венсполского полицейского участка Анси Зандерс радовали своих коллег музыкальными представлениями. 1 декабря в замке Ливонского ордена состоялся юбилейный концерт женского хора Венсполского центра культуры «Венда». Празднование 45-летия коллектива совпало с первым днём первого адвента. Название концерта также было соответствующим. Смотри. Хор состоит из участников очень разных возрастов. А дирижёры Руда Теталберга и Анны Транедре уже долгие годы возглавляют этот коллектив. Приятным сюрпризом было участие в концерте актрисы Латвийского национального театра Диты Лурини. 45-й год деятельности хор Венда начал с репертуара подходящего для адвента. В концерте также приняли участие пианист Марис Жагарс и вокальный ансамбль «Мундус», а также хор Венсполской музыкальной средней школы «Ношу Планетес». Творческие работы венсполских школьников регулярно выставляются в помещении главной библиотеки Венсполса. Сейчас там можно осмотреть выставку под названием «Человек и фольга», и открыта она будет до 3 января. Работы появились в результате конкурса, организованного в сотрудничестве с отделом мониторинга окружающей среды Венсполской городской думы. Каждый год для этого конкретного конкурса выбирается одна определенная тема. В этот раз мы хотели изучить фольгу, потому что это тоже такой интересный материал, который очень часто используется в повседневной жизни. Конечно, благодаря этим творческим работам мы можем создать что-то удивительное, но также и обратить внимание на то, как это влияет на наше здоровье. Ведь когда мы эти продукты выносим на улицу, нужно понимать, что происходит дальше, каково воздействие на природу. В этом конкурсе принимали участие ученики венсполских общеобразовательных школ, Дома творчества и учащиеся художественной школы. Библиотеки выставлены по одной творческой работе от каждого от этого общеобразовательного учреждения. В каждой школе проходил конкурс эскизов. И после этого конкурса были выбраны лучшие идеи. Материал. Каждая школа рассмотрела это и оценила. У них был свой взгляд на это. Педагоги не могут предсказать, что в конечном итоге получится у школьников. Конкурс только дает им направление, а образы и объекты, которые они создают, иногда получаются неожиданными и удивительными. Каждый год всегда есть что-то очень интересное. Каждый год дети нас удивляют. Мы меняемся. У нас нет такого, что каждый раз одно и то же. Каждый раз все иначе, своеобразно. Мне кажется, что и в этом году, если вы посмотрите работы, вы увидите, что представлено много разных решений. Фольга – материал, который в наши дни часто используется в повседневной жизни. Этот материал на самом деле не является экологически чистым. И учащиеся, которые создавали свои художественные работы из этого материала, изучали его и узнали много нового о фольге. Задумались, что дружественно для окружающей среды, что зависит от них, как они на это могут повлиять. Это касается не только пластиковых мешков, но и всего того, что доступно нам вокруг. Инвестиции в экологическое образование молодого поколения также являются инвестициями и в будущее планеты. Рождество и Новый год – это то время, когда люди вспоминают не только о своих близких и родных, но и о тех, кто в эти праздничные дни одинок и кому не хватает тепла и любви. Наступило время добрых дел и благотворительности. Вот уже 12-й раз в Венспилской Баптистской Церкви по доброй традиции прошел благотворительный концерт «С небес я принес». Каждый год венспилсчане целыми семьями приходят сюда для того, чтобы собрать пожертвования для детей из Центра поддержки семей и детей-инвалидов Цимдинж. В этом году было пожертвовано 3002 евро. Они пойдут на покупку специальных вспомогательных средств для улучшения повседневной жизни детей Центра. На концерте выступили вокалисты поп-группы Юрис Акментенни под руководством Луции Бойтмане, Норман Зуш, Лаура Лаузе и другие. Священник Петрей Спрогис и мэр Венспилса Айвар Лэмбергс призвали всех добрых и неравнодушных к чужим проблемам людей помнить, что дарить тепло, любовь и добро нужно не только на праздники, но и в будние дни. Они просили не забывать об этих удивительных детях, которые встречали у входа каждого, кто пришел на концерт с любовью и улыбкой, и помогать им. Благодарю вас за внимание. Хорошего вечера. Увидимся с вами в четверг. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание. Благодаря вас за внимание. Благодарю вас за внимание.